С чего мы должны начинать монтаж мансардной крыши? Это, конечно, с анализа. В данном случае у нас уже кровли есть. В данном случае мы уже приходим на готовую кровлю и будем делать утепление мансардной кровли. Что у нас вообще есть здесь? У нас есть стропила. Это доска 50 на 200. То есть здесь планируется утепление в общей сложности 25 сантиметров. 20 сантиметров у нас идет по стропилам и 5 сантиметров у нас еще будет идти перпендикулярно стропилам. Будем перекрывать мостики холода. Дальше мы видим, что здесь используется гидроизоляционная пленка. Это диффузионная мембрана, пленка, которая обладает высокой паропроницаемостью. К ней мы можем без проблем укладывать утеплитель. Нам не нужно делать никаких зазоров, потому что эта пленка высоко паропроницаемая. Те пары, которые образуются в утеплителе, они через эту пленку без проблем выходят. Такая конструкция считается в мансардной крови самой идеальной. Именно с использованием вот такой вот диффузионный мембран. Второй момент, на что нам нужно обратить внимание, это на качестве самой пленки. Как мы видим, эта пленка, она в данном случае не очень качественная. Это какой-то недорогой вариант. Здесь мы видим, что есть шелушение вот этого нижнего слоя. Если вот так вот пальцем провести, она легко царапается. И второй момент, мы видим то, что эта пленка, она не очень прочная. Вот таких вот дырок здесь достаточно. Наша задача сейчас заклеить все вот эти вот отверстия, чтобы наша вот эта вот гидрозолюционная пленка, она была герметичной, и тот конденсат или те осадки, которые будут образовываться у нас в подкровленном пространстве, чтобы они у нас через эту пленку не попали в утеплитель. Второй момент, на который нам нужно обратить внимание, это проклейка стыков. Как мы видим, эта кровля у нас, эта пленка у нас, она вообще не проклеена. Поэтому наша задача проклеить стыки изнутри. Проклейка стыков это очень обязательное мероприятие, потому что именно проклейка стыков в пленке делает конструкцию воздухонепроницаемой. А воздухонепроницаемость в мансардной крыше влияет непосредственно на энергоэффективность кровли. Поэтому, если вы хотите получить максимально энергоэффективную кровлю, то обязательно проклеивайте стыки специальными лентами. Есть еще одно место, на которое нам обязательно нужно обратить внимание, это зона вот эта. Я ее называю вообще зону Мурлата, но есть особые эстеты, которые меня постоянно поправляют в комментариях. Говорят, что ты какой-то строитель, если ты правильно не можешь назвать слово Мурлат, Вот для особых эстетов, которые любят говорить не что, а что, эту зону специально для вас я буду называть зону Мурлата. Вот в этой зоне Мурлата мы должны обязательно закрыть вот этот вот торец, потому что там у нас идут полностью перфорированный софит, через них холодный воздух у нас попадает в софитное вот это вот пространство, в карнизный свес, и важно, чтобы этот холодный воздух не попал у нас в утеплитель. Для этого мы нарезаем вот такие вот фанерки из ОСП. Она может быть любой толщины, главное, чтобы она выполняла функцию ветрозащиты. И по периметру будем проклеивать специальные ленты, для того, чтобы у нас воздух максимально не попал в утеплитель, и вот это место у нас было максимально энергоэффективным. Ставим ее в распор и просто закручиваем туда два самореза. Ее задача просто стоять на месте, никакой несущей нагрузки она не несет, просто ее задача быть ветрозащитой. И, соответственно, по периметру сейчас проклеим все это лентой. В конечном моменте у нас должно выглядеть это примерно вот так. После того, как мы выполнили все наши профилактические работы, мы сделали ветрозащиту торца утеплителя, мы проклеили все стыки, те отверстия, которые у нас были в пленке, мы их также заклеили. Дальше мы приступаем непосредственно к утеплителю нашей мансардной кровли. Что нам нужно сделать? Вот это вот ОСП у нас установлено перпендикулярно стропилам. Это сделано специально для того, чтобы мы могли вот так вот утеплитель вставить и не подрезать вот эту часть, потому что вот эта часть у нас должна оставать под прямым углом вот к этой фанере. Дальше мы замеряем внутреннее расстояние между стропилами и добавляем один сантиметр. Здесь у нас стропила 20 сантиметров. Соответственно, для того, чтобы нам сделать кровлю и утеплить ее на 25 сантиметров, мы будем использовать две десятки и одну пятерку. Десятка намного лучше держится, вот если мы вот так вот возьмем, вот это ребро, вот эта вот толщина, она лучше держится между стропил, чем пятерка, потому что вот эта вот толщина у нас получается в два раза больше. То есть сила трения у нас увеличивается в два раза, поэтому если мы будем вставлять десятку, то она намного лучше держится между стропилами, чем пятерку. Поэтому если крыша у нас утепляется 25 сантиметров, мы всегда используем две десятки между стропил и потом поперек используем одну пятерку. Что касается одежды и вообще обмундирования, которое мы используем при утеплении, практически 90% крыш, которым мы утепляем каменной ватой, это вот такой вот костюм, который защищает от пыли. Можно капюшон даже одеть вот такой вот, он одноразовый, в принципе, ну в целом его хватает там, не знаю, дня на два, на три, наверное. Потом он рвется и, короче, мы его выкидываем. Очки для того, чтобы пыль не летела в глаза. И вот есть еще у нас такие вот разного плана респираторы, но ребятам в них работать дискомфортно. И, конечно, если мы используем базальтовый утеплитель, это обязательно перчатки. Вот такой вот комплект для того, чтобы максимально защитить себя от пыли, которая летит от базальтового утеплителя. Чем мы вообще режем утеплитель? В данном случае мы используем профессиональный нож по утеплителю фирма Стэнли, Фатмакс. С одной стороны у него идет как бы пилка, с другой стороны у него идет такая более гладкая часть для разных видов утеплителя. В данном случае у нас базальтовый утеплитель, нам удобнее резать пилкой вот этой правой стороной. Замеряем наше расстояние. 55. 55 сантиметров. Значит, плита у нас должна быть шириной 56. Дальше мы берем утеплитель толщиной 10 сантиметров, каменная вата. В данном случае у нас производитель Rockwell. Берем рулетку. С двух сторон. Отмеряем 56. И с другой стороны тоже самое. И начинаем отрезать. У нас получается вот такая вот резаная часть. После того, как мы отрезали нашу плиту, мы ее вставляем между стропилами. Максимально прижимаем его к низу, к нашей фанере, к ОСП. Вот так у нас выглядит первый шволь. Очень важный момент при утеплении мансарды это делать утепление с разбежкой швов. Мы установили первую плиту. Она имеет у нас длину 1 метр. Сейчас мы будем устанавливать вторую плиту и будем отрезать ее половину. Следующая плита у нас пойдет дальше. И вот эта вот плита, как раз вот этот стык, будет перекрывать. Таким образом мы будем делать нашу конструкцию с разбежкой стыков. Важный момент при утеплении мансардной кровли у нас в стропилах 20 сантиметров. Важно, чтобы утеплитель как раз заполнял все 20 сантиметров и край утеплителя совпадал с краем стропил. После того, как мы установили утеплитель между стропилами, у нас есть очень важная зона. Это зона муэрлата, как говорят любители. И, соответственно, нам ее нужно качественно утеплить для того, чтобы у нас отсюда ничего не дуло. Как это сделать? Вот ширина у нас от вот этого бруса до края кирпичного армопояса 17 сантиметров. Если мы возьмем с вами две десятки и немного придавим их, как раз они качественно закроют вот эти вот 17 сантиметров и вот это место будет максимально у нас герметичное, максимально утепленное. Но, опять же, не все так просто. Есть один нюанс. Важно, чтобы тот утеплитель, который будет подходить у нас к этому утеплителю, чтобы он шел на искос, чтобы не было сжатых мест у нас. Поэтому сейчас мы вам будем показывать, как конкретно в этом случае мы утеплитель будем подрезать и вставлять его вот в эту зону. Для этого нам нужно замерить две высоты. Первая высота будет внутри, которая ближе к брусу. От края утеплителя до бруска у нас 13,5 сантиметров. Будем брать немного с запасом. И если мы от бруса отмерим 10 сантиметров, отмерил? Да. И возьмем вверх. Таким образом мы узнаем, какая высота у нас здесь. 17. 17. Ну, возьмем 18. 13, грубо говоря, 14, да? 14 и 18 сантиметров. Такой клин небольшой нам нужно сделать на первый ряд утеплителя. Знаете, с одной стороны у нас было 14, с другой было 18. Отмеряем 14 сантиметров. Делаем такие вот наметки. Теперь переворачиваем плиту. И делаем уже 18 сантиметров. С одной стороны. И прикладываем так же уровень. Так же делаем такую наметку, по которой потом будем резать. Дальше берем утеплитель. И по этим двум наметкам мы начинаем вести наш ножик. И смотрим по той метке, чтобы ровно шло. И по этой примерно. Супер идеально, понятное дело, нам не нужно. Наша задача ориентировочно сделать так, чтобы этот клин повторял угол нашего утеплителя, который идет между стропилами. У нас получается примерно вот такого качества рез. Такого качества рез. Сейчас мы его будем вставлять. вот так вот он примерно выглядит. Вот так вот он примерно выглядит. Сбоку посмотреть, это выглядит примерно вот так. Теперь берем еще один утеплитель 10 сантиметров. Делаем точно такую же процедуру. Вот так вот у нас получается выглядит вот эта вот зона муэрлата. После того, как мы сделали мероприятие по утеплению между стропилами, по утеплению муэрлата, мы начинаем к последнему этапу утепления. Это контур утепления. Начинаем вот отсюда устанавливать брус 50 на 50 сухой строганой. Отмеряем 59 сантиметров. Делаем еще один брусок. Ставим еще одну плиту утепления, только уже не 10, а 5 сантиметров толщиной. Натягиваем нитку для того, чтобы этот утеплитель у нас не вываливался. Так как у нас здесь установлены мансардные окна, откосы мансардных окон они утепляются. Соответственно, когда мы будем делать контур утепления, мы должны это учитывать и завести утеплитель, который у нас идет поперек стропил, завести его на край утеплителя, который у нас идет к мансардным окнам, чтобы вот это место у нас было максимально герметичное. И в дальнейшем, когда мы будем делать пароизоляционную пленку, пароизоляцию мы будем приклеивать к окладу мансардного окна. Значит, первый брусок мы крепим максимальной какого у нас есть длины 3 метра. Сотыми саморезами. Дальше мы отмеряем 59 сантиметров от внутреннего бруска до внутреннего бруска. Дальше по меткам выставляем брусок. Дальше мы устанавливаем наш утеплитель. и натягиваем нитку. Соответственно, дальше у нас идет кусок, который будет вставляться уже непосредственно к стене. Если в целом посмотреть, как должна выглядеть мансарда, примерно это вот так вот. Утепление 20 сантиметров. Дальше перпендикулярно брусок. Вот видно, что здесь 20 сантиметров утеплено, идет перпендикулярно брусок. И дополнительно делается пятерка. Пятерку мы, как уже показывали, проходим синий, для того, чтобы она не вываливалась. Еще одним важным фактором при монтаже мансардной кровли это является, конечно же, пароизоляция. Показывать монтаж ее я не буду, потому что ролик получится очень длинным. Если вы хотите узнать, как именно мы это делаем, то ссылку на видеоролик я оставлю в описании. Сейчас я просто пробегусь по деталям и нюансам, которые вы должны знать и учитывать. Если вы сами захотите сделать пароизоляцию, пароизоляционную пленку, ну или у вас будет необходимость после утепления сделать монтаж пароизоляции. Значит, на что нужно обращать внимание? Конечно, это на саму пароизоляционную пленку. Она бывает разных производителей, бывает разная по качеству. Конкретно здесь мы используем немецкого производителя Delta Reflex. Пленка с рефлексным слоем. Одна из самых лучших пароизоляционных пленок, которые существуют у нас на рынке. Также мы должны обращать внимание, конечно же, на проклейку всех стыков. Здесь мы проклеиваем пароизоляционную пленку специальной лентой Delta Multiband. Это очень крутая лента. Намертво просто проклеивает. Никакой пар в этот стык у нас 100% не пройдет. Также мы должны обязательно обращать внимание на проклейку пароизоляционной пленки к стене. Здесь вот, если вы посмотрите, она просто намертво приклеена, потому что здесь также мы используем клей немецкого производителя. Называется он Delta Tix VDR. Это акриловая лента, которая просто к любой поверхности, которая есть, там, кирпич, дерево, металл, намертво приклеит пароизоляцию так, чтобы у нас какие-то пары не... вот в этот стык никак не могли попасть. Вот он, этот клей. Этот клей двухсторонний, то есть у нас идет на кирпичную стену и на пароизоляционную пленку. Просто, ну, невозможно его оторвать. Максимально качественный клей. Лучше, наверное, клей я пока еще не видел. Со стороны фронтона фронтальной стены и на этот же клей мы приклеиваем пароизоляционную пленку. Если у вас есть мансардные окна, то пароизоляцию заводим на оклад мансардного окна и приклеиваем ее, эту пароизоляцию нашу, к окладу мансардного окна. Еще один фактор очень важный. Сейчас практически все профессиональные кровишки придерживаются такого мнения, чтобы наша конструкция была максимально парой и воздухонепроницаемой. Это делать поддерживающую обрешетку примерно шагом 30-35 сантиметров через уплотнитель, чтобы у отделочников потом не было никаких проблем. И чтобы отделочники не дырявили пароизоляционную пленку, у них уже есть основа, к чему крепить кронштейны. Все скобы у нас проклеены синим уплотнителем, все саморезы опять же идут через синий уплотнитель. И такую конструкцию можно назвать максимально качественной, максимально парой и воздухонепроницаемой. Именно такую конструкцию я рекомендую всем заказчикам. И с этого года мы, если делаем мансардную крышу или утепляем мансардную крышу, то мы делаем только вот таким вот образом, чтобы клиент получил максимально качественный результат. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. если есть вопросы у вас, конечно же, их тоже задавайте. Всем удачной стройки, стройте без ошибок, потому что ошибки это дорогое удовольствие. Всем пока!